Более 170 мероприятий и региональный охват в Ненецком округе стартовали дни ненецкой письменности. Цель традиционного месячника, который проводится с 2002 года, рассказать о самодейском народе и сохранить культурное наследие. Открытие месячника ненецкой культуры прошло в социально-гуманитарном колледже имени Волчейского. Учреждение на протяжении многих лет готовило учителей ненецкого языка, выпускало методические пособия и учебники для уроков родного языка. В этом году колледж отметит 85-летие. Специально к юбилею и дням ненецкой письменности была подготовлена выставка. Подготовились стенды, где размещены материалы о наших выпускниках, которые внесли большой вклад в сохранение ненецкого языка. Это материалы о Рожине Анатолии Ивановиче, это материалы об Алексею Ильичевиче Печковой, Розе Ивановне Коняковой и Марии Яковлевне Барнич. Кроме того, студенты дизайнерского направления подготовили небольшую экспозицию со своими работами. Среди них – куклы в этно-стиле. Традиционные нухуко из меха и кожи оленя соседствуют с игрушками из современных материалов. Это изделие изготовлено из папер-клея. Это материал, пластическая масса такая. И на основе каркасной проволоки. Каркасы. Волосы – это у нас из шерсти изготовлены. Так, в основном все… Ну, ткань – все традиционные материалы. Тематические выставки, встречи, литературные вечера и конкурсы. В этом году Дни Ненецкой письменности пройдут в каждом населенном пункте округа. Ненский дом народного творчества проводит целую неделю Ненецкой письменности с 7 по 13 ноября. И среди самых интересных мероприятий я бы отметила встречи со сказителем Василием Ананиевичем Канюковым и встречу ненецких родов на такие ненецкой жизни. Также в Неси будет фестиваль ненецких сказок «Сказки древнего Канина». Отчётный концерт «Мы все твои дети тундра» будет организован в Нельминосе образцовым ансамблем «Май Мава». Ненецкая литература и фольклор будут представлены в этнокультурном центре Центральной библиотеке имени Печкова на классных часах в школах города. Ценителей самодейской культуры будут ждать на марафоне знаний, конкурсе чтецов и интеллектуальном состязании с бережом родной язык. Самодеятельный театр «Иллипс» к 20-летнему дню рождения презентует постановку «Нярвей», а завершится культурный месячник 24 декабря семейным вечером «Россыпи ненецкого слова».